Девушки отдыхают 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 Ну, я и говорю, не положено. А она все равно осталась. Как на вокзале, честное слово. Назарова, что ж ты человек такой? Может, у нее случилось что? А мне какая разница? Правила одинаковые для всех. Уймись. Кто бы о правилах-то вообще говорил. Ну, конечно. Любимицу свою вы покрываете. А за мной чуть что, сразу скандал. Всем доброе утро. Батюшки. На тебе лица нет. Случилось что? Мария Павловна, все в порядке. Я готова. Уверена? Может, отгул возьмешь? Все в порядке. Ну, смотри. Обращайся, если что. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Смотри, Чугунова, доиграешься? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Здравствуй. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я... Хорошо, что ты пришел. Правда? Да, я хочу с тобой поговорить. Мы совершили глупость. Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Работать мы вместе больше не можем, это ясно. Но ты не волнуйся. Я замолвлю за тебя, Славечка. Регина, ты как не понимаешь, мне от тебя ничего не нужно. Никаких рекомендаций. Что? Я люблю тебя. Это бред. Это бред, понимаешь? Это чушь. Потому что я гожусь тебе уже в матери. В чем дело? Мила с вчерашнего дня не снимает трубку. Уверен, у нее все в порядке? Интересно, как ты можешь быть в этом уверен? Тебе не кажется, что мы с ней поступили? Жестоко, м? Ну, что поделать? Сердцу не прикажешь. Что ты? Излюбленный мужской аргумент. Малыш, если бы я остался с Милой, в мире было бы на одну несчастную пару больше. Рано или поздно я бы с ней все равно расстался. Я уверен, она все поймет. Надеюсь. Надеюсь. Мила! Нам надо с тобой поговорить. Мама, о чем ты хотела со мной поговорить? Мы тут уже полчаса сидим. Мне работать надо. Мила, я... Я чувствую себя перед тобой виноватой. Неужели? Не ерничай. Ладно, мам, давай прекратим этот цирк, и так все ясно. Подожди. И выслушай, мне тяжело. Да что ты, правда? Правда. И ты постарайся меня понять. Ты еще встретишь своего мужчину. Я надеюсь, сможешь простить меня. Не знаю. Наверное. Но я обещаю тебе, что я не буду вмешиваться в твою личную жизнь. Не беспокойся, я сегодня же перееду. И где же ты собираешься жить? А пусть тебя это не волнует. Мне ничего не надо. Работать пора. Пока. Ты что засадилась опять? Домой-то собираешься? Да, я сейчас напишу, пойду. Нет, у тебя точно все в порядке? Мария Павловна, все хорошо. Назарова, а ты почему Абдеевой до сих пор укол не сделала? Ну, сейчас. Можно подумать, она куда-нибудь денется с подводной лодки. Ну, денется, не денется. Все вовремя делать надо. Ела, пока. До завтра. До свидания, Мария Павловна. Тань. Нам надо поговорить. О чем? Я хочу, чтобы ты приехала ко мне. Ты серьезно? Да. Мы с тобой взрослые люди. Зачем тянуть время? Ну, просто так неожиданно. Ты так серьезно начал. Напугал. То есть, ты согласна? Ну, конечно, я согласна. Ой, прости. Алло, Мил, привет. Привет, Аня. Тут такое дело, мне ночевать негде. Что случилось? Случилось. Я потом расскажу. Ты что, плачешь? Мил, не молчи. Ты в больнице? Я сейчас приеду за тобой. Жди меня, ладно? Так. Надо еще выпить. Не-не-не, хватит уже. Давай. До дна. Таня, ну, как она могла? У тебя же Кирилл есть. Он же приезжал недавно. А Фитя? Она же старше его. А знаешь, что я думаю? Я вот думаю, что это очень даже хорошо, что все вот так получилось. Это прекрасно. В смысле? Ну, хорошо, что этот твой стриптизер, он, ну, как бы, сразу свое истинное лицо показал. А если бы вы поженились? А если бы ты вообще забеременела бы? А? Вот он рано или поздно, вот все равно бы подлость бы какую-нибудь совершил. Вот гнилой человек. А ты откуда знаешь? Мил, откуда я знаю? Меня что, не бросали? Ой, господи. Да что ты вцепилась в него? Ты же меня нашла? Принц. Козел Вентарелла. Вот такие разве бывают? Кто, козлы? Да ну, разные варианты козлов бывают. Давай еще выпьем. Я глаза закрыть не могу. Я его сразу вижу, как мы познакомились, как мы гуляли. Я тебе гарантирую, сегодня ты будешь очень хорошо спать. Таня, спасибо тебе. За что? Я тебя так люблю. Ты такая хорошая. Ты моя девочка. Ну, я тоже тебя люблю. Знаешь, ты... Ты вообще моя сестра. Ты моя самая близкая подруга. А ты моя. Мы же с тобой вообще вот без друг... Ну, ты поняла меня. Вообще друг без друга никуда. Я хорошая. Пойдем, я тебя спать тоже. Пойдем. Я тебя уже постелила. Спасибо, Слава. Ой, как вкусно пахнет. Доброе утро. Доброе утро. Я Алладина пекла. Садись завтракать. Ну, ты даешь. Я кое-как встала после вчерашнего. Я еще чай заварила. Давай поухожу. Ну, ты волшебница. С тобой так хорошо, прям как с мамой. Мне тоже с тобой хорошо, но я у тебя ненадолго. Как только найду жилье, сразу... Перестань. Ты можешь жить столько, сколько тебе нужно. Тань, у тебя личная жизнь. Друзья нужны не только для того, чтобы... Чаи гонять. Ну, ты поняла. И вообще... Дима меня позвал жить к семье. Да, ну... Угу. Я тебя поздравляю, очень рада. А я-то как рада. Ну, все, я опаздываю на работу. У меня дежурство, буду только завтра утром. Угу. Хорошего дня. И тебе. Ну, здравствуй. Больше одного бокала не пей. Я не собираюсь. В алкоголе много калорий. Да, и автографы давать не отказывайся. Кто это у меня будет автограф убрать? Этим плебеем все равно. Раз ты на красной дорожке, значит, известен. Хорошо. Музыка. Спасибо. Музыка. 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 Большое спасибо. И вас тоже. Конечно. Большое спасибо. Отлично. Регина, а можно вашу сторону? Как вас зовут? Понятно. И ваш мальчик. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так что, дорогая, у нас все только начинается. Привет, моя милая. Привет. Ну, удивила так удивила. Что ж ты хочешь сказать? Ну, как что? Он, конечно, хороший, но совершенно не твой уровень. Это мезальянс. А в этом тебе секрет. Мне еще никогда и ни с кем так не было хорошо, если ты понимаешь, о чем я и кушаю. А этому плевала я на всякое общественное мнение и на всякие там мезальянсы. Региша. Я думала, ты умнее. Ангель Борюсик. Он очень занят. Угу. А, вспомнила, ты же мне говорила. Очередная липосакция. Пока. Вот стерва. Барышня, здравствуйте. Здравствуйте. А, Чугунова. Вас уже предупредили? Насчет чего? Ну, как же. Майя Павловна уходит на пенсию. А вы пока будете исполнять обязанности старшей медсестры. Ну, дальше посмотрим. Спасибо, Сергей Васильевич. Я буду очень стараться. Ну, я в этом даже не сомневаюсь. Майя Павловна вас очень хвалила. Так, барышня, чего мы здесь стоим? Идите работайте. Спасибо. Милочка, поздравляю. Поздравляю. Ну, что же. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. А кому укол? Иванова из шестой. Это который из ВИП палаты с печенью, да? Да. У него такая еще жена мерзкая истеричная. Я не знаю, я жены не видела. Мила, Мила, вставай. Там Иванову из шестой плохо стало судороге и задыхается. Дежурного врача зови. Дежурного врача зови. Что здесь происходит? Ну-ка отойдите от него. Мила, ты как? Ты как себя чувствуешь? Так, кто вас сюда пустил? Да какая разница, кто меня сюда пустил? Мне из больницы позвонили, сказали, что у вас муж умирает. Вы что думаете, меня можно сюда не пустить? Кто вам позвонил? Я не знаю, кто мне позвонил. Позвонили, сказали, муж умирает. Какая разница, кто позвонил? Успокойтесь, никто не умирает. Мы купировали приступ. Все в порядке. Ну все. Ну все, я вас засажу. Врачи называется. Вы задисты! Вы в ногах у меня будете валяться! Я вас по всем судам затаскаю! Вы мне объясните, как можно было вместо тетрикана вколоть кодилок? Я набирала в шприц тетрикан. Ну да. Одно набирали, другое вкололи. Вы понимаете, что за халатность в тюрьму можете сесть? Сергей Васильевич. Слава Богу, все обошлось. А если бы мы не справились с аллергической реакцией? Это привело бы к летальному исходу. Я надеюсь, это вам понятно? Я понимаю. Значит так. Дело удалось замять. В суд они подавать не будут. Ваше счастье. Но вы уволены. Думаю, это вам и так должно быть ясно. Вопросы есть? Нет. Заявление на стол. Прошу. Сегодня стало известно, что восходящая звезда модельного бизнеса Виктор Кузнецов сделал предложение светской левице дизайнеру одежды Регине Завецкой. Регина, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас поздравляем. Скажите, пожалуйста, когда свадьба? Но я думаю, что мы организуем все в ближайшее время. Да? Да. Мы хотим, чтобы это произошло как можно смирее. Виктор, ходят слухи, что вначале вы ухаживаете за дочерью Регины. Я не собираюсь комментировать сегодня. Спасибо большое. Добрый вечер. Я тебе говорю, я с этим жутким диваном в одной квартире жить не собираюсь. Тань, в память детства. В том-то и дело, от нее пора избавиться уже. А что газом-то пухает? Мила! Стой, стой здесь. Мила! Пульс есть? Да я не знаю. Звони в скорую. Алло, скорая? И не забывайте, пожалуйста, об этом. Хорошо. Пришло всегда. Это очень хорошо. Не подходите ко мне. Не подходите ко мне. Не подходи ко мне! Пусти меня! Я не хочу жить! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Зря, что ли, мы тебя отталкивает и вытащили. Только лучше будет. Тихо, 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 тихо. Тихо, девочка. Будет только лучше. А сейчас давай поспим. Поспи. Тоже, наверное, из-за несчастной любви. Из-за чего бы ни было, это не повод. Никому ничего не докажешь, только себе навредишь. А я у себя. Хорошо. Так. А теперь governo спим 그렇 오늘, я приемлемо. Всего не Craig, это кое- Nikola. Магомандр-��면. , идем, apo Small seaal. Продолжение следует... Кирилл, боже! Ты на кого похож? Тише! Вставай, давай! Не хватало, чтобы Саша тебя увидел таким! Натур, я не дергаю, надо! Тише! Мам, что случилось? Что случилось? Напился папа твой, как сапожник. Главный врач больницы называется. Саша, Саша с ума сошел. Мам, ну что ты ругаешься? Может, у папы неприятности на работе? Понятно. Что там? Ничего хорошего. Саша, ты спи. А как же папа? Не замерзнет, не на улице. Саша с ума сошел? ты думаешь я слепая ничего не замечала сколько лет я ждала когда закончится этот роман с твоим модельершей как ты мог нет больше никакой модельерш но я живой человек я что не могу напиться что ты вообще от меня хочешь делить тебя не хочу больше ни с кем хочу покоя в доме для себя и для сына я устала всем привет ты всегда прекрасно сегодня это просто обворожает а сколько ты в своем репертуаре спасибо счастье лучший стилист а я бесконечно счастлива со своим любимым мужем продолжайте работать пойдем расскажешь какие у нас новости ведь мы поработаем пару часиков а ты расскажи пожалуйста в ресторане столик часом шести хорошо так снимаете поставь вазу на конечно а это думала что мы с тобой больше не увидимся с чего ты взяла ну как же у тебя сейчас такая знаменитая влиятельная жена это правда но я и до тебя как до звезды обожаю смотреть как ты ешь у тебя это так эротично получается да любимая слушаю это я тебя слушаю ты сейчас где заказал столик в ресторане конечно заказал наш ресторан ну я эпизона все как обычно я так по тебе соскучился любимая лечу к тебе ну ты жук а фотоаппарат прикрой сразу не снимай я сначала разговариваю когда успокоится тогда щелка мила здравствуйте а вы меня помните я была интервью вас на показе вашей мамы да я помню вас здравствуйте мил может присядем я готовлю материал я не хочу давать никаких интервью у меня всего лишь несколько вопросов пожалуйста мил я вас прекрасно понимаю ваша мама поступила с вами не лучшим образом по сути она вас предала да и ваш бывший жених тоже скажите что вы чувствуете сейчас вы их ненавидите вы сможете их простить мне было очень больно но ненависти у меня нет вы же за них пытались покончить с собой любовь невозможно контролировать я понимаю маму и желаю ей счастья не надо мне фотографировать что здесь происходит кто вам дал решение на съемку извините пожалуйста никто мы уже уходим будьте любезны да да всего доброго ну давай держи за меня аккуратно тебе плохо не нет просто голова закружилась я же все время в заперти сидела простите ребята у вас из-за меня столько хлопот главное что все хорошо кончилось ничего у тебя сейчас и силы настроение появится димка такой ужин приготовил просто пальчики оближешь я морс сварила так что у нас ты быстро поправишься это точно на себе проверил наша таня мертвого поднимет я сама все хорошо а от ее матерью звонила это что она из-за нее себе чуть жизни не лишила еще спрашиваешь сами разберемся мил будешь морс так а я не понимаю ты куда смотришься таня спасибо тебе твоему диме но я не могу вас больше стеснять ерунду не говори как только ремонт у димы закончится мы к нему переедем ты здесь можешь жить столько сколько тебе надо мне неловко слушай я больше не хочу об этом слышать ладно давай разбирай рюкзак пойдем лучше кино посмотрим ну ты чего таня не знаю как жить дальше ради кого если предали самые близкие люди мил ты у меня умничка ты сильная слышишь забудь ты уже про них ты только подумай сколько пациентов тебе благодарны за то что ты их выходила сколько людей тебе добра желают выше нос попробуй морс я сама сварила очень вкусно очень вкусно ну вот уже лучше все пойдем кино смотреть ну все хватит работать мы сегодня идем на концерт ты не забыла ты умеешь уговорить ой привет мои дорогие вы что уходите? да, всегда рада тебя видеть на сегодня мероприятие я проезжала мимо и решила вас навестить вы читали последний номер журнала истории? там что-то интересное там твоя дочь дает интервью она оказывается лечится в психушке и такие гадости о вас рассказывает ох уж эти детки я пойду что могло произойти? да не бери в голову мало ли что журналюги насочиняют да не бери в голову цифру ой Алло, Мила. Да, мам, слушаю. Ты где? В больнице? Почему в больнице? Я у друзей. Ну, слава Богу. А то я испугалась. А я что говорил? Слушай, а может быть нам встретиться? Ну, где-нибудь в ресторане, посидеть, по-семейному, втроем. Не стоит, мам, до свидания. Саймон, дай вам. Дай вам. Спасибо. Ты настоящий друг. Ну, как тебе? Мне идет? По-моему, не твоя тема. Немножко не по возрасту. Выглядите вы прекрасно. Вполне можно обойтись моделирующими инъекциями. Доктор. Мой муж значительно меня моложе. Вы понимаете, о чем я? Значит, делаем операцию? Операцию. Так, значит, кликап откорректируем здесь, здесь, здесь мы берем. И с вашей фигуркой вам больше двадцати пяти никто не даст. Уж поверьте мне. Хочу как можно скорее стать моложе. Вы уже сегодня можете сдать анализы, завтра я сделаю вам операцию. Давайте через неделю я уложу кое-какие дела, а после в полном вашем распоряжении. Договорились. Жду вашего звонка, Ревиночка. Да, всего доброго, Максим Анатольевич. До свидания. До свидания. Ой, это уже что-то. Алло, здравствуйте. Я по объявлению. Медсестра? Да, с опытом работы в больнице. Хорошо. А в котором часу подойти? Могу. Спасибо. Ой, ребят, извините. Мы что, теперь всегда втроем будем? Тихо. Ну, ты чего? Ну, что она? Ты чего-то хотела? А ты куда собралась? А у меня сегодня собеседование, потом еще одно, потом по делам нужно вообще мнения не ждать. Спасибо вам за все. Мил, ну куда ты идешь? Ну, Димка, он просто сказал, вообще не подумав. Тань, извини, не волнуйся. Я большая девочка, не пропаду. Вы и так для меня многое сделали. Спасибо. Саймон. Пока. Пойдем. Да, досталось тебе, Милочка, досталось. Ничего, у других хуже бывает. Что мы все обо мне? Как вы себя чувствуете? Мои уколы помогли? Деточка, да твоими стараниями. Ну, вот видишь, стою на ногах, полна энергии, только девать мне ее некуда. Книжки читать, глаза болят. Разговаривать, побеседовать, не с кем. Квартирант съехал. Ой, что ж ты, господи. Ну, ты все сама знаешь. Нормально, Антонина Петровна. Вы мне звоните, когда вам скучно будет. Мил, а ты переезжай ко мне. Как это? Да нет, Мил, платить нечем. Я же на работу пока не устроилась. Ты что за причину такую нашла? Платить нечем. Моей пенсии нам с тобой на двоих не хватит, что ли? И по хозяйству поможешь. И со здоровьем, если что случится. А в конце концов, устроишься на работу. Не вечно же быть тебе безработной. Спасибо вам большое. Я чайку сейчас организую. Антонина Петровна, простите, я не могу. У меня сегодня два собеседования о клинике в разных районах. А потом к Федору Ивановичу нужно заехать. Помните, мужчина из маршрутки? Конечно, помню. А он что, еще в больнице? Нет, нет, он уже дома. Только перенес операцию, а ухаживать за ним некому. Сыну в Америке. Вот я к нему через день и езжу. Знаешь что? Вступай на свои собеседования. А твоего Федора Ивановича навещу я. Только адресок, пожалуйста. Правда? Антонина Петровна, вы моя палочка-выручалочка. С предыдущего места работы вы ушли после серьезного инцидента. Так ведь? Да. Вот видите. Мы не можем взять вас в нашу клинику. Попробуйте устроиться в другом месте. Хотя... Такие истории по сарафанному радио очень быстро разносятся. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Такое вино. По какому поводу? Сюрприз. Летишь в Милан к Лучану, лучшему фотографу в мире высокой моды. Мы с ним дружны много лет. Он обещал сделать твое профессиональное портфолио. Пора выходить на международный уровень. Ты богиня. Работать будешь по 12 часов, а то и больше. Поесть не всегда будешь успевать. Еще языковые курсы. Так что на всякие глупости. Времени не останется. Билеты я уже заказала. Летишь послезавтра. Билет. КОНЕЦ КОНЕЦ Куда это ты собираешься? Мне предложили выгодный контракт в Испании. Я уезжаю. Контракт. Это прекрасно. Как же я, Сашка? Ну, а тебе я. Не волнуйся. Ты без меня прекрасно обходишься. Наташа. Наташа, я же тебе говорил, все наладятся. Слышишь? В конце концов, ты же мать. Вот это действительно больно. Саша пошел на поправку, но ему сейчас требуется наблюдение врачей. Ты это сделаешь лучше, чем я. А я вот как только устрою свой быт, я его заберу. Что ты несешь? Ты что, с ума сошла? А ему я как должен все это объяснить, а? Ты понимаешь, какой для него это стресс? Сейчас. Саша будет знать, что его маму пригласили работать в серьезную научную лабораторию за границей. И все. А про наш Бермудский треугольник он знать не должен. Наташа, остановись. Я прошу тебя, ты совершаешь ошибку, понимаешь? Возможно. Но я не могу больше оставаться в этом доме. Я слишком долго была здесь несчастна. Я все слышу. Ты предательница. Саша! 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 Открой! Саша, я все объясню тебе! Я и хочу с тобой разговаривать. Ты уверен, что поступаешь правильно? Кто бы мог подумать, операция прошла прекрасно. И вдруг такое спустя неделю. Мы вызывали консультантов из профильных клиник, но они также не смогли определить причину столь резкого ухудшения ее состояния. Хорошо, что вы быстро приехали. Динамика очень плохая, почечная недостаточность и вообще много всего. Я не хочу путать вас терминами, но советую привести все дела вашей супруги в порядок. Если возникнут какие-то вопросы, я у себя в кабинете. Поехали! Здравствуй, любимая. Ну, только стоило мне уехать, как ты. Зачем надо было так рисковать? Какая необходимость? Ты прекрасно выглядела. Все хватит и так плохо. Ничего, ничего. Держись. Врач сказал, что ничего страшного. Естественная реакция организма. Правда? Конечно. А как ты хотела? Серьезную ведь операцию. Наркоз. Все будет хорошо. А когда тебе выпишут, мы с тобой куда-нибудь уедем вдвоем. Недельку-две. Только ты и я. и снова медовый месяц. Угу. И ты меня любишь? Конечно, любимая. Я тебя люблю. Надо поговорить. Ну, давай поговорим. Почему нас мама бросила? Ну, почему бросила? Она нас не бросила, она уехала на работу в Испанию. Я не маленький. Я знаю, что вы поссорились. Из-за чего? Ну, понимаешь, в двух словах не объяснить. Если честно, мы с мамой оба не правы. Да, понимаешь, взрослые тоже иногда ошибаются. Что ж теперь будет? Если честно, не знаю. Надеюсь, что мама вернется. Ты снова будешь ездить в командировки? Командировок больше не будет. Ты неправильно режешь. Давай лучше я. А то еще палец поранешь. Ну, куда бы. Ну, и чего так долго? Птичка моя. Ты знаешь, что в этой папочке? И что же? Здесь может быть наша свобода. Только надо по-умному все обставить будет. Я проголодалась. Давай заедем куда-нибудь в ресторан. Котик, только после больницы. Мы же договорились. Мил, хотела спросить тебя. А ты маму давно видела? Чего молчишь? Ну, нехорошо это, понимаешь? Нехорошо. Она какая-никакая, но мать. И наверняка переживает. Не уверена. А ты за нее не думай. В чужих мыслях всегда можно ошибиться. Ты думай за себя. Нельзя жить в обиде, пойми. Она везет тебя изнутри. Сходи, попробуй поговорить. Если она не станет разговаривать, так это ее выбор. Но ты, по крайней мере, будешь знать, что ты сделала все, что смогла. Скучаешь же. Очень. Вот пойди, поговори по душам. А не получится. Хотя бы вещь зверя. Уже сколько дней в одном итоге ходишь. Золушка. Позалили. Уже сколько дней в двух минут. Исправнив. В зеркал. Исправнив. Немного. Эта характерна. Исправнив. Эта характерна грана. Ну, как ты? Доктор успокаивает, но что-то у меня лучше не становится. Милая, не поддавайся пессимизму. Ты обязательно поправишься? Да, тут нужно новый договор аренды помещения заключить. Вот. Наш юрист составил текст договора. Я все проверил, нужно только подписать. Давай помогу. Держи. Где подписать? Здесь. 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 Спасибо, милая. Региночка, я... Ты меня... Извини, я что-то очень устала. Хорошо, не буду тебя мучить. Отдыхай. Я завтра зайду. Хорошо. Как договаривались? Да-да, все в порядке. А что здесь происходит? Я продал пару картинок и несколько безделушек. Регина для меня дороже всех этих замшелых произведений искусства. Надеюсь, тебе тоже? Ты еще не в курсе? Твоя мать в больнице, а лечение, между прочим, дорого стоит. Что с ней? Хороша дочка. В какой она больнице? В 35-й. Трепье свое забери. Нормальную одежду вешать некуда. Трепь. 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 Мамочка, здравствуй. Доченька, спасибо, что ты пришла. Прости, я не знала, что ты в больнице. Ты прости, я много боли тебе причинила, от Бога и наказала. Ты ни в чем не виновата, я тебя очень люблю. Я тебя люблю. Ты обязательно поправишься. Только, пожалуйста, не умирай. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, это милая дочь Регины. Мама сделала пластическую операцию, ей очень плохо, она умирает. Я прошу вас, приезжайте. Может, вы сможете помочь. Я вас очень жду. Нет, Настя, мне завтра не надо, мне нужно сегодня, ближайший рейс, понимаешь? Да мне все равно, какая авиакомпания, мне главное сегодня вылететь туда. Помоги, Настя, спасибо. Я думал, твои столичные командировки закончились. Хватит скулить! Там человек умирает, понимаешь? Умирает! Я должен спасти ее, я должен помочь! Извини, продержишься тут без меня. Я не знаю, когда вернусь. Спасибо, сын. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для меня это тяжелая утрата. Я потерял не только любимую женщину, но друга и наставника. Студию она завещала молодому мужу. Но я сомневаюсь, что этот щеголь сможет вести дела. А интересно, дочери она что-нибудь оставила или все останется этому Альфонсу? Скорее всего, последняя любовь Регина рассказывала. Вот это кое-что. Это признается. И все. Что? Сарсинь. 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 Держись, моя девочка, держись. И знаю, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Всегда. Спасибо. Спасибо. Они сильно хорошие. Ты знаешь, мы рядом. Мил, ты, если что надо, ты нам звони. Спасибо, ребята. Я твою мамку очень люблю. Будь здоров. Гаденыш паршивый. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Кирилл Вадимович, что приехали. Не за что меня благодарить. Не успел я. Командир, мы едем или как? Да, сейчас, минуту. Регина для меня очень много значила. И ты для меня не чужой человек. Телефоны у тебя мои есть. Звони. Спасибо. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СТУК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СТУК Че надо? Зачем явилась? Вообще-то я пришла к себе домой. Я хочу забрать фотографии мамы. Окей. Фотки можешь забрать. А насчет квартиры ты не права. Малыш! Тут человечка просветить надо. Принеси документик, знаешь, где лежит? Сейчас. Читать умеешь? Это дарственное. Теперь квартира и студия твоей мамочки принадлежат мне. Какое же это чудовище. Пока. Рано радуешься. Я этого так не оставлю. Не заслуживаешь ты таких подарков. Витя, мало ли она... Где портрет мамы? Пойдем! Это Maria. А ничего, что я чуть ногу не сломала? Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Простите, к кому мне обратиться? Я по объявлению. Вам требуется санитарь? Ну, наконец-то. А то я и медсестра, и санитарка, и еще до кучи много чего делать приходится. Вам к заведующему надо. Андрей Ильич, здесь девушка к вам пришла. Хочет санитаркой устроиться. Санитаркой. Очень кстати. Завтра к 9 утра с документами и сразу приступайте к работе. Через две минуты заходите. Спасибо большое. До свидания. До завтра. В общем, я ему пригрозила, а что конкретно делать, я не знаю. В суд обращаться или в полицию. К Федору Ивановичу нужно обращаться. Слушай, а давай его завтра в гости пригласим? Он жалуется, ему надоело болеть. Я пирог истыку. Посидим, чаю попьем, поговорим. А ты ему все расскажешь. КОНЕЦ 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 Классическая аллергия на животных. Похоже, Милочка, вы у нас работать не сможете. А жаль. Как же так? Я у подруги жила у нее. Пес большой. Никакой аллергии не было. Ну, тут другой живности прибавилось. Для вас, видимо, это перебор. Лучше не рисковать. Аллергия штука коварная, не успеешь оглянуться астму в тяжелейшей форме. Так, вот курс пропить две недели. Обязательно. Здравствуйте, Кирилл Вадимович. Привет, Мила. Как дела? Хотелось бы лучше, но пока не получается. Осталось без жилья и без работы. Ну, работу всегда можно найти. А с квартиры ты что? Ты же прямая наследница. Кирилл Вадимович, я не знаю, как так получилось, но теперь все принадлежит этому мамину мы можем. Угу, понятно. А знаешь что? Призей-ка ты ко мне. Работу я тебе обеспечу, а поживешь пока у нас с сыном, потом что-нибудь придумаем. Спасибо, но я не знаю. Ничего не бойся. Все бросай и приезжай. Люди не только в столицах живут. К тому же тебе будет очень полезно сменить обстановку. Прошу. Сашка, наверное, где-то с друзьями. Гуляет. Давай помогу. Ну, ничего. Сейчас отдохнешь с дороги, освоишься. Здесь душ. Пойдем покажите твою комнату. Спасибо вам. Пока не за что. Потом ужином займемся. Да, Валер, я все понял. Хорошо, завтра обо всем подробно поговорим. Давай, пока. О, слушай, может мне надо было там уж? Мне не сложно. Так, а где Сашка? Сейчас я ему позвоню. О, Сань! Давай, руки мой и иди к нам ужинать. Здрасте. Ну вот, знакомьтесь. Я Мила. А я Саша. Саша, садись ужинать. Давай, садись. Эх, красотища, вкуснотища. Мила, тебе кто-нибудь говорил, что ты гений? Это еще не все. Ну, десерт, конфеты столичные. Я при фабрике в магазине покупала свежие. Прекрасно. Значит, вы из столицы. Да. Ну, теперь понятно. Значит, отец к вам летал? Сань, ты все неправильно понял. Мила здесь ни при чем. Все прекрасно понял. Это из-за вас родители расстались. Зачем ты ее привел в наш дом? Эх ты. А я тебе поверил. Коллега. Негде жить. Сань. Не стоило мне приезжать. Да дело не в этом, Мила. Просто он очень расстроен отъезд до матери. И там уже переходный возраст с цена, понимаешь? Ну, ничего, все наладится. Все устаканится. Сейчас извини, я. Я устроил Милу к нам в клинику. Где-то через месяц она сможет снять себе комнату. А пока у нее просто нет денег снимать жилье. Укидал бы я денег. Пусть катится. И оставит нас в покое. Я же тебе говорил, что Мила только что похоронила мать. Ее обманули. Она осталась без жилья. Она осталась совсем одна. Этой девочке крепко досталась. Отношение с мамой о размолвке, это не имеет никакого отношения. А тебе? Тебе давно пора повзрослеть и перестать думать только о себе. Я не могу оставить Милу одну сейчас. Ей нужна моя помощь и поддержка. Наша с тобой поддержка. Ты понял? Понял. А если понял, прекращай себя так вести и пойдем ужинать. И не забудь поблагодарить Милу. Ты чем-то полдня предпоставила, чтобы тебе угодить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Федор Иванович, дорогой, проходите. Мы сейчас будем с вами чай пить. Нет, 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 мы будем пить шампанское, Тонечка. Федор Иванович, с вашим ты сердцем. А мы по чуть-чуть, потому что есть хорошие новости. Ну, если только символически. Рассказывайте. Значит так. Я полагаю, что у Милочки есть все шансы вернуть себе и квартиру, и маме в бизнес. Да это плохо. Тонечка, вы помните, что я потребовал передать дарственные на почерковедческую экспертизу? Ну да, конечно. Вот. Экспертиза показала, что после операции, при сильном ухудшении состояния и под воздействием сильнодействующих лекарств, ее почерк релеско изменился. Да. А это значит что? Это означает, что ее психологическое состояние было сильно подорвано. И поэтому она уже не могла отвечать за свои поступки в полной мере. Стало быть, ее подпись считается и недействительной. Правильно. Федор, ты гений. Да ладно. Мало того, ее супруг Виктор Кузнецов пять лет назад на своей родине попал под следствие. По делу о вымогательстве. Ну, он тогда еще был молодым, зеленым. Его, так сказать, пожалели, дали ему условно. Но теперь, Тонечка, он у нас не выкрутится. Получит по закону. Каким же негодяем оказался. А? Ладно. Черт с ним. Пойду звонить Миле, пусть приезжает. Так. Кирилл Вадимович! Мила, вечерний эмоцион? Не совсем. Мне нужно с вами поговорить. Что, Сашка, опять что-то отмочил? Нет, что вы, все хорошо. Присядем? Конечно. А я хотела вас спросить. Скажите, вы из-за мамы с женой расстались? Мила. Я очень любил Регину. Сейчас тоже очень люблю. Но моей мамы больше нет. А у Саши мама есть. И он очень страдает без нее. Поэтому такой колючий. Я поправляла его постель и нашла под подушкой вашу семейную фотографию. На отдыхе. А, да. Это наша первая совместная поездка к морю. Сашка там еще плавает. Кирилл Вадимович, я не имею права вам давать советы. Тем более, что детей у меня нет. Пока нет. Но мне кажется, что дети не должны страдать. Они не виноваты в том, что мы не можем или не умеем решить свои проблемы. Кирилл Вадимович, я не виноваты в том, что мы должны страдать. Кирилл Вадимович, я не виноваты в том, что мы должны страдать. Кирилл Вадимович, я не виноваты в том, что мы должны страдать. Кирилл Вадимович, я не виноваты в том, что мы должны страдать. Кирилл Вадимович, я не виноваты в том, что мы должны страдать. Кирилл Вадимович, я не виноваты в том, что мы должны страдать. Ну, если так дело дальше пойдет, боюсь, мне одежду придется покупать в магазинах для толстяков. А ты же давно собирался в зал записаться? Штамбу потягаешь, похудеешь. А это что? Яйца к курицу очистят? Да? Вот. Пирог. А по какому поводу пирог? У меня новость. Дело в том, что звонила. Саша, сыночек. Мама. Мой хороший. Ой, Сашка. Спасибо, что вернулась. Да, Наташа, познакомься. Я знаю, кто это. Что она здесь делает? Ну, я тебе все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Ты зачем меня из Испании выдернул? Чтобы еще раз унизить? Наташа, постойте. Кирилл Вадимович и Саша вас очень ждали. Они вас любят. Не уходите. Кирилл Вадимович, я вам благодарна за все. За работу, за приют. Но мне надо возвращаться домой. Честно. Вчера звонил адвокат, и там все поменялось. Я вам пока не буду рассказывать. Я боюсь сглазить. Ну, ты это сейчас все придумал на ходу, чтобы нас не расстраивать. Так вы после конференции поздно вернулись. Я уже билет купила. Какой билет? Вот. Наталья и Саша, вы простите, что заставила вас волноваться. И маму мою простите, пожалуйста. Ну, так это же на сегодня? Да. Приемь впритык. Ну, давай я тебе такси вызову, провожу тебя. Нет-нет, я сама. Я уже вызвала. Я провожу. Музыка. 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 Эта-то-то моя квартира свободная. Ты знай, мы у Димки обитаем. Мы ремонт закончили. Спасибо, Инанда, все в порядке. Хорошо, что ты вернулась. Может, мы с тобой? Нет, я справлюсь. Не беспокойтесь. А то… Езжайте. Я большая девочка. Ну, смотри. Все, давай. Все, я тебе позвоню. Пока. Пока. Да. Не думал, что ты на это способна. Я тебя недооценил. Думал, ты наивная девочка-припевочка, а ты настоящий бультерьер со стальными челюстями. Мил, я понимаю, ты на меня злишься. Да, я, может быть, в чем-то был неправ, ошибался, но я никогда не хотел тебе зла. Я не хочу, чтоб мы врагами расстались. Ты ведь тоже не хочешь? Малыш, малыш, я ведь тебе не чужой. Ключи. 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 Вот я и вернулась, мамочка. Ты знаешь, без тебя так пусто. До сих пор не верю, что тебя нет. А знаешь, у Кирилла замечательный сын, и жена тоже. Ты не волнуйся, у них все хорошо, и у меня тоже. Будет обязательно, я тебе обещаю. Я многое поняла, мама. Ты ведь это видишь, правда? Я тебя люблю. Ой, 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 девочка моя дорогая, любимая, ненаглядная. Антонина Петровна, это вам. Ой, какая красота. Это надо же, такие дорогие, зачем ты тратилась? О, кого я вижу, моя спасительница. Приветствую, приветствую ты. Дорогой Федор Иванович. Говори. Я поздравляю вас с днем рождения. И, в общем, вот, в магазине сказали, что это самый модный парфюм. Я теперь буду модным? Я теперь буду в тренде или в бренде? Как это? Я все равно путаю. А какая разница? Главное, чтобы человек был хорошим. Ты знаешь, мне сегодня понадобится твоя помощь. Мы ждем еще одного гостя. Да, сын из Америки прилетает, потому что у меня сегодня что? Юбилей. Ну, ты такая красивая, мне как-то неудобно. Помните, у вас не один фартук есть? Не один. Не один. Я затеяла салаты, пироги. Давай, скорее, до кухни, в мой руки. Из-за дела. Из-за дела. Милочка, пойди открой. Здравствуйте. А я Павел. Здравствуйте. А я Павел. Проходите. Я знаю, вы сын Федора Ивановича. А я Мила. Очень приятно. Вот тапочки. Я подумал, что вы Золушка. Почему? Ну, у вас фартук и нос в муке. Это сахарная пудра. А еще у меня нет хрустальной туфельки. Да это не важно. Главное, что я вас узнал. Это он. Это он. Хорошо. В ойле.